Сегодня четвертая лекция из цикла практику на вашем глубоком окружении. Я вас приветствую и начнем, как обычно, сначала вспомним, что там было в предыдущих лекциях, чтобы главное перейти к сегодняшнему материалу. Сегодня материала очень много. Я надеюсь, что я успею его, но хотя бы обозначить. И отсылаю вас к этой книге, которую мы получили. Кто заказывал, сегодня уже получит. И там есть еще в запасе несколько экземпляров. В общем-то, все, что буду здесь и все, что в предыдущих лекциях, так или иначе, в этих книге отражено. То есть это как бы такая база энциклопедия корректного подхода к позвоночнику, в быту и в практике. Написал наш инструктор Александр Тропивко. Инструктор, который, скажем так, это первая гвардия, которая ставила у истоков вообще создание метода КПП. Поэтому там очень-очень много информации. Такая информация разрознена, может быть, где-то и есть. Вот так, чтобы собрано все в одном, это больше я не знаю. Очень вам рекомендую. И эта книга та, которую вы прочитали, понятно, что это как информационный материал, которому мне будет, придется возвращаться, перечитывать. Тем более, что около 360 иллюстраций в книжке. И все это с очень конкретными комментариями. Все. Теперь, собственно, к тому, что было и что будет сегодня. На прошлых лекциях мы с вами погружались больше в анатомию-физиологию. Мы также рассматривали базовые понятия йоги, с чем работает йога как практика. И я говорила вам о том, что первые 4-5 лекций с практикома будут посвящены корректному подходу к позвоночнику. То есть, почему какие-то движения в нашем теле травмируют нас. Большинство движений, которые совершают сейчас люди, они не физиологичны. И мы это смотрели с вами, опираясь на строение позвоночника. Ну и давайте, как, снова такие, ну, как бы опорные наши пункты. Просто напомню себе, ну, а кто первый раз, послушаем. Значит, позвоночник. По нашей идее и по идее создателей нашего тела, инженер нашего тела, это в первую очередь хранитель спинного мозга, хранитель нервной системы. Потому что только в позвоночнике, как вы уже знаете, у нас проходит основная часть нервной системы, называемая спинной мозг. Начинается нервная система с головного мозга, там больше всего нейронов. А дальше, спускаясь таким жгутом нервных волокон, постепенно проходит по всему позвоночнику. Распространяясь по телу через межпозвоночные пространства, вот эти желтенькие, вы видите, провода, это то, как, в общем-то, нервная система из центральной переходит в периферическую. То, как она распространяется по телу. И для нас ключевым здесь, как бы, таким понятием является то, выход вот этих нервов в межпозвоночных пространствах. Это самое главное, что нужно вынести и понять. Если вы с этим разберетесь, почему к этому нужно как-то по-особому относиться, то у вас вообще по жизни уже больше вопросов не будет. И никто вас не заморочит какими-то поющими чашами. Или не поющими. Ну, в общем, всем, что вам будут предлагать в качестве оздоровления вашего физического тела. Значит, главная идея корректного подхода к позвоночнику сводится к очень простой мысли. Если нервная система по ходу движения от головного спинного мозга к периферии органов, к системам, к суставам, к тканям, ко всему, с чем соприкасается и что не иннервирует ни одна система, если по пути ее следования не будет препятствий, пережатий, травм самого нервного волокна, то, в общем-то, это здоровый человек. Да, и мы с вами говорили, что наше тело – это биомашина, которая работает на электрике. В основе вот этой связи, прямой и обратной, лежит электрический импульс. Это все знают, да? Были два ученые в 60-е годы нашего века, получившие Нобелевскую премию, физики, которые доказали, что тело человека работает на электрическом импульсе. Итак, если чистота импульса верная, если связь не нарушена, то, в принципе, у человека нет причин валить. Аура, биополе и так далее – это не что иное, как качество электрического импульса. Если у человека импульс электрический, чистый, не пережат и не искорежен каким-то образом, то поле у человека будет ровное. Поэтому в старину, например, когда были бабушки-ведуньи, те же ведьмы, а ведунь, вы знаете, от такого слова? Ведать. Ведать – значит знать. И вот пока христианство не начало мечом и кровью все это выжигать, да и потом они были, даже уже, я помню, во время моего детства рассказывали про бабушек-ведуньи и так далее. То есть они где-то там еще оставались. И даже что-то передавали своим там по наследству. Но, что делали введу? А ввиду наличия какого-то видения, то есть они могли видеть, видимо, силу вот этого излучения. И когда они смотрели на человека, они где-то видели темные места. Отсюда возникло слово «порча». То есть человек приходил, она говорила, вот здесь испорчено, вот здесь испорчено, вот здесь испорчено. Потому что излучение вот этого биополя, оно не было светлым и ровным, оно местами было как-то завалено. Поэтому что они делали? Они там думали, что какими-то там переливанием волоска, там еще чем-то, они могут эту ситуацию исправить. Кто-то провел позвонки. То есть костоправство возникло не вчера, ему очень-очень много столетий. Поэтому если была идея такая, и понимали, что смысл в том, что нужно что-то с костями делать, вот, ну, Гиппократ тоже это утверждал. То есть у Гиппократа был первый наряд человек, зафиксированы слова которого о том, что если у человека в кости в порядке, то в принципе он здоров. Или причину боли нужно искать в положении костей. Примерно такое. Они там при дворесах, в общем-то, занимались костоправством. Это можно почитать в остеопатических, в разных книжках есть исследования, исторические факты. Вот. Итак, если это взять как основу здоровья человека, то, в общем-то, все остальное за ненадобностью как-то и отпадает. Потому что все, что вам будет предлагать, не касающиеся позвоночника, будет только какая-то компенсация. То есть, по сути, если не встал позвонок на место, то человек не излечен. Ему можно как-то, ему можно как-то помочь, что-то как-то облегчить состояние теми же массажами, какими-то, не знаю, БАДами, если это вообще-то, кто-то употребляет кто-то. Ну, а про БАДы будет отдельно разговор. Вот по этой части у кого-то сейчас, по итогу трех уже лекций, есть вопросы? Пока нет, значит, ведемся дальше. Был у нас вопрос из Новосибирска по поводу сколиоза. Что такое сколиоз? Определяя сколиоз как отклонение, человек, который говорит про сколиоз, должен понимать, что бывает истинный сколиоз, а бывает ложный сколиоз. Истинный сколиоз – это изменение, собственно, тела позвонка, тела кости позвонка, когда уже кость деформируется. А ложный сколиоз, вы уже поняли, что это просто где-то под вывихи позвонков, смещение позвонков. Значит, не бывает так, мы с вами рассматривали, когда строение позвоночника, вы поняли, что за счет мощного скрепления позвонков между собой, между собой, нет возможности позвонкам вращаться как блюдце. Если человек выполняет какой-то поворот, то у него при фиксированном тазе на разворот идет весь позвоночник, то есть позвоночник начинает разворачиваться. Это вот как белевое, например, белье вы отжимаете когда, у вас не в одном месте, а по всему ходу движения, например, какой-то вещи, в отжим входит вся линия. Понимаете, да, что такое скрутки и поворот позвоночника. То есть нет такого, что какой-то один отдел повернулся в универ, порвался спинной мозг. Никаких скруток. Просто сразу разрыв спинного мозга. Значит, смотрите, вот, а это как бы следствие как раз вот скруток и может быть. Когда человек выполняет поворот вот всем корпусом, вы в какой-то предел пришли, и мышцы, связки вас удерживают. Мы с вами пробовали, вот снова сделайте вот так, сядьте ровно, таз, чтобы был в одной плоскости, да, ладони к центру груди, и попробуйте медленно выполнить вот этот поворот корпуса. У вас таз зафиксирован. Вы придете в какую-то точку, дальше вы не можете двигаться. Вот вас тело не пускает. Что делают люди дальше? Либо они хватаются за какой-то здесь и дотягивают себя, либо этой рукой толкают, да, либо вот в скрутке упираются куда-то и дотягивают. Вот, вопреки тому, что мышцы уже натянули, связки держат. Человек начинает толкать, и что он добивается? Он добивается, что в каком-то месте маленький подвык, здесь, здесь и там. То есть слабо взвенит, где-то произойдет подвык. Может быть, не сразу, не в первый день, да, а вот ходишь на йогу, ходишь там, вот, и в какой-то момент это произойдет. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но произойдет у всех. Потому что строение позвоночника у всех одинаковое. Нет человеку, у которого другой позвоночник, ну, на этой земле, по крайней мере. Поэтому, когда выполняется нефизиологичный поворот или поворот за пределы природы, там будет травма. И невозможно, как говорят, а я повернусь так же в другую сторону. Ну, сделаешь травму и на ту сторону. Тут никакой компенсации или выравнивания не произойдет. Будет только усиление травм, ну, и добавишь еще на другую сторону смещения. Поэтому, что происходит при истинном сколиоде? Здесь нужно понять, что истинный сколиоз, человек никогда не рождается со сколиозом. Это может быть либо следствие смещения в родовой, в родовой деятельности. Подвывих получил младенец. Потом уже, когда с этим подвывихом ничего не делали, не правили ребенку в спину, он продолжал расти, рост костей продолжался уже с учетом этого подвывиха. Закреплялся мышечно этот подвывих, понимаете? Там такие серьезные процессы происходят. И в какой-то момент человек двигается, он там, может, не до какого еще и на спорт его повели на какой-то. Сначала подвывих зафиксировался с пазмами мышцами, а потом может это все перейти и в настоящий сколиоз, когда начнет изменяться уже тело позвонка. Посмотрите, с настоящим сколиозом никто уже ничего не сделает. Там, где изменилась собственная кость, она пойдет, пойдет вот так вот, как бы вытягиваться, начнет. Меняться само тело позвонка. С подвывихом, с ложным сколиозом сделать все можно. Поставить кость на место и никакого сколиоза у человека нет. Я просто знаю, что каждому второму, а то и первому, когда вы приходите и укладываетесь, вам всем ставят сколиоз. И никто из, я не знаю, хирургов, кто смотрит нас там, вообще кто это смотрит, когда приводят ребенка. Хирург уже ведет, что в виду, чтобы он посмотрел. Какой врач? Терапевт? Ну, в общем, сколиозы ставят 7. И здесь вопрос был по нагрузкам. Что делать, если у человека истинный сколиоз? То есть уже изменение формы костей произошло. Здесь нужно понимать, что вся нервная система под эти изменения костей уже отстроилась. Этот человек со сколиозом, если он, понимаете, у него, ему когда сказали, вот у тебя сколиоз, прыгать нельзя, бегать нельзя, с гор прыгать нельзя, там нельзя. И он как-то в таком бережном режиме проживает. И вы знаете, что у этого человека возможность прожить без боли и дольше будет больше, чем у того человека, который очень здоров и который себя во всей тяжкости. Понимаете? И туда, и бегать, и нырять, и прыгать в тарзанки, и все. Потому что тело такое, которое выносит, как бы выносит, такая обманка. Поэтому человек думает, что ему все позволено, да, ему все сходит с рук до какого-то момента. Потому что позвоночник там точно такой же. Так вот, если у человека истинный сколиоз и у желези изменение идет, идет, как правило, такое образование горбиков, да, в груздом отделе, когда человек поехал, называется еще креативная спина, вот такой немножко весь разворотом. Если сбоку посмотреть, вот такая буква «С», она более оформлена. А вы знаете, если вы посмотрите на спортсменов, на качков, на людей, которые занимаются в тренажерном зале, вот так вот в профи, раздетую спину, у них у всех будет выражен вот этот, больше знак вопроса. Это как наш Маком сказал, вопрос вселенной «Зачем?». Вот так, нужно четко понимать, с истинным сколиозом человеку не нужны никакие агрессивные нагрузки. И когда человека с истинным сколиозом направляют там на ОФП или закачивают спину, это называется ухудшить состояние этого человека в расы. Потому что со сколиозом можно заниматься только какой-то терапией. Если идет изменение, и в одну сторону уже развернут позвоночник, то нужно владеть знаниями, какую сторону трогать, какую не трогать. Ту сторону, в которую уже пошло изменение, вот это скругление и гор, ее вообще трогать не нужно, она же и так уже туда затянута. Значит, нужно компенсации как-то прорабатывать противологию. Кто это знает? Им дают вот эти одинаковые подъемы корпуса, с какими-то палочками крутят их. Но ОФП, если пойдешь по сколиозу, смотри, что с человеком делают, это дури немыслимые вообще. Потому что люди совершенно не понимают, как там вообще все устроено. Хотя, вроде как элементарные такие знания. Так вот, Марин, ответ на твой вопрос. С человеком, у которого истинный сколиоз, плюс там еще могут быть подвывихи. Первое. Самый лучший вариант, это, конечно, показаться Юрию Николаевичу там, где можно, он поправит. Потому что, когда приезжают с истинным сколиозом, он, как правило, людей, но возрастных, уже не трогает. То есть, там не нужно править. Все у человека отстроилось, ему ничего не нужно делать, просто так жить и все, и продолжать. И он еще больше проживет, чем тот человек, у которого сколиоза нет, который нагружается. Вот. Если я тебе на вопрос не ответила, то ты мне потом напиши, я дополню уже лично тебе. Тренировки с горбами, если они есть, должны быть направлены на расслабление и вытяжение. Но сильно вытягивать там тоже не получится, потому что ты сама понимаешь, что спазмы будут мышечные держать в позвонке от дальнейшего неправильного движения. Вот. И здесь, конечно, индивидуальная практика. Если у человека реально сколиоз изменения в спине, то в группе с ним заниматься не получится. Лучше заниматься персонально. Хорошо. Мы с вами сейчас вернемся к одному вопросу, который в прошлый раз, как мне показалось, не очень хорошо я озвучила или не очень хорошо, может быть, дошло. Вот, посмотрите, это картинка, изображение сегмента позвоночника. Сегмент позвоночника – это два позвонка, соединенные между собой межпозвоночным диском. Вспоминайте, это жестко фиксированная малоподвижная конструкция, как и весь позвоночник. Он состоит из этих сегментов. Потому что для того, чтобы говорить о подвижности чего-то, нужно понимать, сколько точек крепления. Мы с вами пробовали ставить один палец. Один палец вы можете движение делать полноценным, да? Один палец крепления или одна точка крепления – это наш плечевой сустав, где вращение может быть амплитудным 360 раз. И такое же движение может быть в тазобедренном суставе, ввиду строения суставов. Помните это? Сустав, где идут уже две или три точки крепления или конструкция. Поставьте три пальца и попробуйте подверьте. Вы уже так спокойно и свободного движения нет. Это коленный сустав. Поэтому в коленном суставе у нас только движение на сгибание, разгибание. Немножко могут быть в стороны, но это за счет люфта в суставе. И что такое люфты? Вот смотрите, позвоночник, мы с вами разобрались, что это очень крепко скрепленный, очень крепко скрепленный, малоподвижный конструктор. Ввиду множества точек крепления. Минимальное количество точек крепления между позвонками двумя – это шесть, даже не три. Шестью точками с обеих сторон два позвонка между собой скреплены. Два здесь, два здесь, два здесь, два здесь. То есть последовательно по всему позвоночнику. А в грудном отделе таких точек фиксаций между двумя позвонками – двенадцать. За счет того, что здесь появляются ребра, мы с вами говорили, грудная клетка максимально защищена от нашей дури, от ударов, от внешнего воздействия, от падений, от нефизиологичных движений, ввиду того, что там жизненно важны органы. Помните это, да? Почему здесь двенадцать точек крепления? Значит, смотрите, вот это… Какой отдел позвоночника, вы уже знаете. Какой отдел? Поясничный. Посмотрите на остистые отростки. Грудной? Ну, мне кажется, да, что больше похоже на грудной. Остистые отростки. По ним мы можем здесь определить, поясничный или все-таки грудной. Это грудной. Ну, вот он без ребер, Марина. Вера, находите, Вера, дверь отправили? Да, находите, у вас есть такая картинка. Вот здесь голубым цветом, посмотрите, специально обозначены, в паденьке такие голубым цветом, это суставные поверхности, которые крепят сустав к суставу. Ну, образуются сустав, суставные сумочки маленькие. И вот здесь вы видите, что эта точка крепится с верхней, с такой вот нижней, да, верхней отросток. Крепится с таким же, который будет наверху, понятно, да, вот так они будут закреплены. Этот здесь, эти здесь будут закреплены. Дальше, вот здесь будет точка крепления, а вот это вот у нас как раз будут ребра. Ребра вот здесь будут. Вот здесь посмотрите, сколько изображено. Раз, два, три, четыре, пять. И внизу шесть. И получается так. Плюс еще, между собой они соединены, помните, жестко сращенный межпозвоночным диском. Межпозвоночный диск, это не какая-то двигающаяся структура. Это хрящевая ткань, очень жесткая, которая через гейлиновую и замыкательную пластинки приращивается к кости позвонка. Поэтому ничего здесь не вылетает, ничего не выскакивает, никакие диски никуда не выскакивают. Единственное, что может происходить с дисками. Вспоминайте, для чего диски похожи? Амортизация. Конечно. Амортизация. Как работает амортизация? Вспоминайте, мы с вами сейчас прямо проговариваем. Что в тренинге было, что не могут быть. При нагрузках. Амортизация нам нужна, когда при нагрузках. Во-первых, при ходьбе, при беге, если кто-то решил побегать. И при поднятии тяжести. Как только человек поднимает какой-то что-то вес в руки, сразу межпозвоночные диски напитываются влагой, увеличиваются в объеме, чтобы удержать эту нагрузку. Только нагрузка ушла, влага вышла, и диск принял свое естественное состояние. Когда диск меняет высоту? Когда он становится меньше? Когда? Симустизмом на русский. Когда веронись? Приспазмом. Конечно. Смотрите, у диска есть запас прочности. То есть он, в общем-то, рассчитан на 100 лет нормальной жизни, если нет какого-то такого агрессивного износа тела, внедрения. Диски рассчитаны на то, что вы взяли вес, подержали, опустили. То есть эту нагрузку он выдерживает. И какое-то время, очень долгое, может адекватные нагрузки спокойно выдержать. Такая функция у него. Функция такая, понимаете? Поэтому, если человек бесчинствует, начинает вот эти все, либо бег бесконечный, либо начинает поднимать тяжести, женщины во время родов, во время беременности, во время роста детей, это 100% хватание ребенка, надо, не надо, на руки, перенос и так далее. В какой-то момент, в каком-то отделе позвоночника происходит спазм ввиду того, что произошло микросмещение позвонков. Вот этот спазм, что он делает? Он будет сжимать тело позвонка. И мы с вами даже говорили о том, что когда вы приходите на МРТ, вы укладываетесь, и вас где-то начинают определять грыжи. Что такое грыжи? Вы сами говорили, что грыжи в природе нет. Нет такого понятия в позвоночнике, как грыжа. Просто по аналогии с грыжами паховыми, когда выпячивание чего-то происходит за предел ткани, противоестественное выпячивание, так же и назвали в позвоночнике. Но природа здесь совсем другая, чем здесь. Она, в общем-то, где-то там может и перекликаться. Но если я здесь ввиду смещения и приказа мозга остановить неправильное движение кости, потому что идет угроза жизни, угроза разрыва спинного мозга. Это кое-то сдвинулось, мышцы и маленькие связки ее остановили, произошел спазм, блокада, там дальше отек, ну и все, что с этим связано. И давление, сдавливание вот этого диска никуда не уходит. Потому что, чтобы это давление ушло, нужно сделать одну самую главную вещь. Нужно просто поставить пояс на место. И здесь сразу нужно себе, как бы, усвоить, что ни одна ткань в теле не имеет собственного мышления. Ни одна ткань не имеет возможности принять решение, если сейчас это сделать или это сделать. Потому что все, всеми, помните, 220 видов клеток, и только одна клетка, которая имеет способность мыслить, управлять, принимать решения, это нервная клетка. Поэтому, все, что происходит в теле, управляется нервной системой. Какие могут быть тогда вопросы, что полечите мне печень, или вырежете яичники человеку, потому что что-то там неправильно работает. Или дайте таблетку, чтобы восстановить работу сердца. Какие здесь могут быть вопросы, если все люди, которые проходили так или иначе, не получали медицинское образование, знакомы с этой таблицей. Связь всех нервных волокон с теми или иными органами, системами связаны. Вот вам и ответ. На чем построена вся медицина. Из медицины реально помощь может понадобиться только травматологов при несчастном случае. Ну и стоматологов, потому что пока мы еще не научились там лечить зубы сами. А они научились это делать хорошо. Ну и я говорила вам о том, что зубы разрушаются, в том числе от смещения в грудном отделе. Это троничный нерв, который когда-то был поджав. И вследствие этого и разрушаются зубы, и все, что связано с пространством головы. Потому что троничный нерв – это слух, зрение, это топ, слизи. Слизи – это все наши заболевания, связанные с пространством головы. И пинк. Ну и понятно, зубы, челюсти – все здесь. Так, хорошо. Со сколиозом, со смещением, со спазмом – понятно. В корректном подходе к позвоночнику выделяются основные направления подвижности. И помните, железное правило КПП – то, с чего, в общем-то, нужно начинать. Для того, чтобы разобраться, как работает наше тело, в первую очередь нужно понять, что с этим телом делать нельзя. Что совершенно противопоказывает. И у нас есть три важных вещи, которые мы перестаем делать, как только об этом узнали. Какие? Скрутки. Дальше. Что мы перестаем делать, как только мы поняли, как строим наш позвоночник. Все, как бывает. Да, мы перестаем делать скрутки, нефизиологичное движение, чтобы не порвать спинной мозг. Мы перестаем выполнять боковые наклоны. Так вот, и мы перестаем с вами делать рычаговые прогибы при помощи рук, когда вы лежите на полу, например, и отталкиваетесь с руками. А мостик что-то же получается? И мостик, то же самое. Да, мостик это тоже самое, только вот в этом положили. Сейчас как раз на плакатах мы это с вами по сути. Вот, и мы не делаем с вами что? Перевернутые позы. Вот так видно сразу. Вот так видно сразу. Почему еще перевернутые позы мы не делаем? Вот хорошо видно на позвоночнике, но если у вас позвоночника нет, как можно, например, объяснить, ну там, в какой-то беседе человека, если у вас появится такая вот необходимость. Если кому-то объяснишь, так делать не надо. Берете молоточек, пример привелось в книжке, очень хорошо. Берете молоточек и кладете основание молоточка, вот он набалдажный, сначала у вас в руке, и вы начинаете наклонять этот рычаг вниз, в одну-в другую сторону. Вы видите, что вот это движение гораздо легче дается, чем если вы перевернете молоточек, и у вас вот, собственно, молоток останется наверху, а ствол молотка останется в руке. И какие усилия вам понадобятся при отклонении молотка от прямой оси, сколько нужны сил, чтобы удержать. Вот точно так же с позвоночником. Вот это положение, в принципе, если человек может его держать, вот для этого, например, женщине нужно быть тренированней, тренированного мужчиной, где-то в два с половиной раза, чтобы вот эту конструкцию удержать, как говорят они, мышцами. Надо не забывать, что мышцы так же крепятся к позвоночнику, да? Поэтому, если кости начнут съезжать, а кости начнут съезжать, ввиду того, что действует, во-первых, сила тяжести, во-вторых, сила собственного веса, да? И вот эта осевая нагрузка приходится вся на самые маленькие тела позвонков, это шея, да? И мы помним, что шея рассчитана всего лишь на то, чтобы держать вес головы, да? Ну, никак не вес тела, машина. Поэтому перевернутое положение, перевернутое положение мы исключили как потенциально опасное. Оно не только опасное, оно и для мужчин опасное. Потому что мужчины сейчас, ну, ненамного тренированнее, ведут такой же образ жизни, а не настолько тренированное. А потом, если обращаться, как бы, к смыслу, встает вопрос, зачем? Внятно ответить, зачем, не может никто. Есть какая-то идея, про которую говорят. Лиль, для чего вот тебе рассказывали, надо делать тренированное газ? Вот ты мне тоже делала. Для чего? Энергию сверху. Какую-то энергию, в общем, в соло направить. Нектар жизни или нектар молодости направить вниз. Либо что еще? Про кровоток. Про кровоток. Вот, это вообще такая интересная идея. Я тоже так говорила. Улучшаем кровоснабжение мозга. Если вот опираться, как бы, на эту идею, то получается, что вот так, когда все мы ходим, у нас кровоснабжение всех плохое. Вообще, просто плохое. Для того, чтобы она встала нормально, нужно всем, почему-то, не вернуть. Ведь, вернувшись, ты вот этот кровоток наладил, а потом опять встал нормально. И что, опять не прекратил? То есть, вот эта идея, она совершенно не выдерживает никакие, ну, ни с точки зрения физиологии, ни с здравого смысла, просто, просто пустая какая-то, понимаете? Значит, если бы создатели нашего тела так думали, они бы нас сделали вот такими, и все время так было, и нормальный кровоток тогда был. Мы с вами все время ходили в перевернутый положение. Ну, почему-то... Мы все равно перевернуты. Это уже наше зрение. Вообще-то мы перевернуты, если зимой шар. Мы ходим вниз головой. Мы вниз головой ходим, да. Потому что по отношению к тому, как расположена земля, мы точно в порядке. И дети видят, маленькие видят, а мы уже как-то это перевернуты зрение, да. Мы перевернуты зрение, вот. Мы можем так, можем так. Поэтому, что стоит, что с этой точки зрения лучше, все нормально. Поэтому перевернуты положения. А давайте мы сразу их сейчас рассмотрим. Мы сейчас сразу рассмотрим. А я вам хочу сказать, что на практике я слышала, когда для женщин, я закончила с очень случайно, и она лежала очень долго в больнице. Ну, вообще, на самом деле, таких случаев, когда перевернуты положения заканчиваются плачевно, их немало. И они даже есть такие, что связаны с травмоопасностью. Потому что был случай, когда девушка пришла, и ее в первый же день поставили в перевернутую асану, она не удержалась и ударила стопой в стекло. Стекло разбилось, разрезала полностью, и вообще артерия, ну, на ней, там, вся студия была залита кровью. То есть, вопрос всегда, когда что-то вам предлагают сделать, должен у вас возникать вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Вот я в свою бытность некорректного инструктора тоже ставила людей на руки и на голову. И у меня тоже были такие идеи, что там кровоток, мы и все остальное. Но на самом деле, если бы меня начали поспрашивать глубже, я бы не ответила. Потому что ответа здесь нет. От разумного ответа нет. Получается, что мы с вами, когда выполняем обычный наклон, да, что нужно для того, чтобы дать отток или приток крови в голове? Это опустить голову ниже таза, да. То есть, вот когда мы стоим в наклоне, с вами, правильно, у нас таз наверху, много крови вот в этих артериях. До этого, если мы еще прокачались с вами хорошо мышечную кровь в положении стоя, мы это с вами делаем, логика, да, практики. И потом в наклоне постояли. Все, что нужно, туда все пришло уже. Понимаете? Постоять подольше в наклоне, вы почувствуете, как у вас прям голова наливается. Все это чувствуют. Так как голова наливается, это говорит о том, что пошла кровь в пространство мозга. Так, тут же еще вопрос возникает. Приток есть. А есть ведь люди, которые страдают еще и оттоком. Вот это гораздо хуже. Поэтому можно такой приток человеку создать, а оттока не будет, если затруднен отток. Это головные боли, это давление, вплоть до кровоизлияния. Здесь опасности гораздо больше, чем та идея куда-то перенаправить сону. Ну, а про сону это вообще сказки, конечно, потому что человек от того, что постоит в перевернутом положении, ну, никаким образом не омолодится. Нужно просто знать физиологию. У нас тело работает. Все время какое-то такое элементарное обновление на клеточном уровне происходит. Но геронтологи вытащили, наверное, тысячелетие битвы от идеи остановить старение, запустить процессы омоложения или состояние в обратную сторону. Но это все такие идеи, которые пока не подкрепляются никакими неисследованиями. Тело работает так, что с 10 лет у нас уже запускаются процессы старения. Все. Это нужно один раз осознать и перестать по этому поводу вообще как-то эмоционировать. Потому что состарятся все, умрут все точно. То есть никто не выживет, это понятно. Ну, просто нужно поменять к этому отношению. Если ты принимаешь эти факторы, то ты начинаешь себе ставить после каких-то целей, выполнять, двигаться в таком спокойном режиме, не впадая в стресс и депрессию от каждой новой появившейся морщины на лице. Потому что вот эти все, знаете как, для рекламы кремов для 50-летних женщин всегда снимаются 35-летние девочки, девушки. То есть вот эта вот обманка, она вокруг и все. Нужно просто различать. Как только у тебя появляется способность различать, все, ты перестаешь впадать вообще в какие-то эмоции по поводу вот этих всех картин. И твоего стремления соответствовать каким-то заданным стандартам. Хорошо. Про перевернутое положение. Смотрите, что здесь важно понять. Ритм, у нас чуть-чуть нет. Ну, я вам вот... А, вот. Давайте посмотрим. Вот это перевернутое положение. В исполнении молодого тренированного мужчины. Он называется Пинчу Майя Расена. Пинчу Майя Расена стойка на локтях. И вот здесь вы видите, помните, я говорила, что показывает вам векторы. Потом опущу этот плакат, посмотрите ближе. Марин, Вера, открывайте вот этот плакат, у вас есть картинка. Значит, что здесь? Здесь, посмотрите, во-первых, нагрузка основная, куда пойдет? На плечевой пояс, на грудной. Он здесь на голову не опирается, поэтому шея просто будет в мышечном таком тонусе находиться, и все. А в нагрузке там опоры на голову нет. Но, чтобы это положение реально тело выдержало, нужны настолько симметрично по правой и левой стороне хорошо тренированные мышцы. Это первое. Второе. Вес таза у мужчин всегда меньше, чем у женщин. Но даже здесь мы видим, основная нагрузка куда пойдет? Поясничный отдел. Потому что он еще и добавил такой вот прогиб в пинче есть. Прогиб, да? Плюс под осевой нагрузкой. Сила тяжести тянет вниз. Мышцами он как бы отталкивается. Но, вы же понимаете, усилия, которые мышцы должны предпринять, чтобы удержать вес тела плюс силу притяжения, да, она в несколько раз увеличивает вес тела. Что здесь происходит? Основная опасность мышечной блокировки, опасность мышечной блокировки и ущемление в нервных окончаниях области L2-L4. Это поясничный отдел. И сразу смотрим по нашей табличке. Аппендикс, кишечные колики, боли в бедре и паху. Расстройство мочевого пузыря, импотенция, боли в коленях. Боли в голенях в стопах, ишиаз, люмбалгия, нарушение мочи и спускания. Ну вот и вот подумайте. Если на чаше весов вот такое, или красиво встать. И теперь, когда вам кто-то это предложит, у вас хотя бы будут аргументы, да, к тому, чтобы просто в пределах разума, ну, это с собой не делать. То же самое, в общем-то, происходит, когда человек на голову стоит. Плюс там еще опора на голову. У женщин 100% будет происходить сжатие и где-то смещение в шейном отделе. Но даже бог с ней, с шеей. Опасность смещения в шейном отделе – это артерия. Сомните этот случай, когда один мануальный терапевт помог другому мануальному терапевту. И ввиду наличия остеофитов на ростах на шейных позвонках, была перерезана шейная артерия и сразу смерть. То есть риски здесь таковы, но они неадекватны тому, что вам могут рассказать про плюсы этих перевернутых положений. Самая главная задача – не напугать вас, а чтобы вы реально поняли, почему. Почему это делать тело мне нужно? Ну, в общем, понятно, да? Это про перевернутые. Сейчас тут же хочу вам показать одно. Любят сейчас делать – это мужчины, конечно, женщины, ну, редко. Но есть такие женщины, на ютубе ролики есть. Вот такие положения. Да, да, да. Танцовщицы любят это делать. На шести любят девочки вот так вот показать, да? Ну, вот сейчас много там танцевис правил, или там талант, что-то такое. Там вот очень много выступает сейчас танцовщиц с такой натренированной мышечной массой. Но никакая мышечная масса не уберет из природы силу тяжести. Она будет распределяться неравномерно. Вот видите здесь, сила тяжести будет неравномерно распределяться. И вы видите, что у него даже здесь на картинке уже по сколиозному типу пошло изменение. Та сторона, которую он держится вверх, она на себя будет тянуть и перетянет позвоночник. Вот в такую дугу. У него даже здесь у этого парня мышечно, видите, как напряглось больше. С одной стороны стянуло туда позвонки, а сила тяжести в это время давит на больше, на поясничный, ну, и на грудной. Про девочки я вообще не буду говорить. Ну и плюс, смотрите, вот этот вот какой-то нереальный рычаг. Опора здесь, а весь рычаг, длина рычага. Вы помните, чем длиннее рычаг, тем на точку фиксации больше должна будет нагрузка, она должна будет держать. Вот тот же самый рычаг, показан уже так схематично. Понятно, да? Что здесь происходит? Если вот Эйфелеву башню так поставить, то немного пройдет времени, пока оно вот так полностью завалится. Даже вот эти металлические крепления не выдержат. Что уж говорить про наше тело, где не металлом все скреплено, а просто связками, сухожилиями, в позвоночнике точно. Вот когда нагрузка здесь пойдет, вот что будет происходить, да, вы видите. Нужно будет напрягать, плюс это просто сами тело и органы. Плюс сила тяжести, которая будет действовать. Здесь неравномерно развиты еще мышцы. Там столько всего, вы слушаете, что вот взять человеку вот это предложить, они сядут ровно по жестокому тазу. Они у нас на первой лекции еще не знают наши людей. Правильно. Вот это. Вот. Ну, понятно, да? То же самое, в общем-то, делает человек в триконасане в наклоне. Помните, есть такое упражнение, когда, вот, ну, в йоге это называется триконасан. Когда вы стоите на ногах, начинаете наклоняться, Аня, да? Здесь еще вам в айнгаро подставят кирпичики, скажут вот так, вдоль стеночки вас еще спустят, чтобы у вас спина была ровно. Здесь они молодцы, там. Они все так, в отстройке вас так ведут, что полностью замутнится какой-то здравый смысл. По ощущениям вы будете чувствовать, что-то не так в теле, мне неудобно. Если вот у человека еще не забито, надо делать. Я же говорю, надо делать, потому что я прав, да, как инструктора. Если это не забито, то человек будет чувствовать, что что-то не так, вот, мне неудобно, мне неудобно. Но, ввиду того, что, вам же до этого объяснили, что это очень полезная асама, вы будете делать, игнорируя вот эти сигналы тела. Так вот, вот это то же самое. Вот это то же самое. То есть, смотрите, вот когда мы сидим, любят вот это тоже давать упражнения, везде, и в фитнесе, и в тренировках, и, я не знаю, в каких-то разогревах, типа, да, растяжка. Вот, давайте сядемся. Ночью широко, тем более, что вы крестели, можно чуть-чуть сейчас. Девочки, поменяется там положение, сядьте. Причем, помните, когда мы с вами эту асаму делаем в комплексе, я вам говорю, что здесь любые движения от оси, так же, даже, как и наклон, хотя он самый безопасный. Можно делать только тогда, когда, во-первых, нет завала поясницы, да, вот такого отката. Если есть завал поясницы, то все, что нужно стараться делать, пока просто удержать прямой позвоночник. Да? Какие-то любые движения в сторону от оси, это всегда будет опасность смещения в поясничном отделе. Ну, а дальше пошел рычаг. То есть, даже если вы руку вот здесь подставите, все, что вы можете сделать, потянуться рукой. Как только вы начнете наклон, как только вы начнете наклон, сразу начнется сдавливание позвонков. Сдавливание позвонков. Вот мы сидим. Как только вы начнете наклон, что будет делать мышцы? Вот в поясничном отделе мышцы начнут активно сокращаться, чтобы удержать вот этот большой рычаг. Это большой рычаг, да? И этот рычаг начинает, плюс сила тяжести, отклоняться от оси. Помните, как устроены матрешки? Матрешки, помните? Неваляшки. Неваляшки. У неваляшек сила тяжести вся ниже, чем центр вот этой, она же из двух таких круглых шариков. Центр тяжести у нее максимально низко сделан. Тогда она будет возвращаться всегда вот в это положение, да? Чем выше центр тяжести, тем труднее вам будет вернуться в это исходное положение. А это значит, чем выше рычаг, тем больше вот здесь вот мышц нужно будет сокращаться. А если у вас уже здесь подвывих, уже кость смещена в поясный фенометр, у кого грыжа, то точно подвывих есть. Так, большей части люди не знают, что там есть подвывих. Потому что если бы не было подвывиха, не болели бы стопы, не болели бы колени, не было бы неприятностей в мышцах, не было бы перенапряжения, так? То есть вот это все признаки того, что смещение там есть. Причем оно может быть без боли в спине даже. Оно какое-то время будет держаться, пока без боли в спине, пока вы туда не дадите еще больше нагрузки. Ну вот, вы начинаете выполнять наклон. И даже если здесь люди поддержки выступают ваши рука в какую-то точку. Пока вы шли, чтобы коснуться рукой пола, во-первых, таз начнет все равно смещаться, потому что, ну, оно же все скреплено. таз начнет разворачиваться, плюс вот, уже разворот таза, здесь бедра, которые натягивают, натяжение связок таза, может спровоцировать смещение таза в любую сторону. Где вот здесь уже слабо, туда и пойдет. Здесь начнутся сжиматься межпозвоночные диски, здесь они начнут вытягиваться, да? Но, если вот здесь где-то спазм, смотрите, уже никуда не пускают. Позвонки в смещении находятся, спазмированы. За счет какого-то следующего сегмента вы наклонитесь. Здесь, если есть смещение спазм, вас не пустит. Теперь такое неравномерное наклон именно по мышцам, по раскрытию межпозвоночных дисков. Ну и рычаг. Вот что добиваются люди такими движениями. Например, известный парень, да? Известный парень? Ну, это прогибы. Все то же самое. Прогиб это тот же самый наклон, потому что то, что это не физиологично. Все время будет реагировать связки на удержатель. Спиной мозг на движение неправильных позвонков будет реагировать приказом остановить. И вот такие, вся спина в спазмах, весь позвоночник смещения, вы приходите, а вам говорят, ну, давайте в мостик сделаем. Ну, и будет где-то последняя капля, которая может привести, в общем-то, и к летальному исходу. Как недавно новость была, что человек в Красноярском крае погиб, депутат на батуте. Пошли с семьей на батуте прыгать. Он один раз прыгнул, на спину приземлился и мгновенная смерть. А ему было 54 года. Все. Просто это была последняя капля. То есть там настолько было уже все критично. Ведь человек же что-то, наверное, делал, как-то подлечился и все, и ему говорили, что у вас там все хорошо, на батуте можно пойти, что он с какого решил пойти на батуте. Вот. А это прогиб. А это прогиб. Так, мы с вами, давайте так, чтобы я не теряла мысль, вот здесь вы находитесь и вы решили сделать наклон. Вы начнете наклоняться, я не буду делать наклоны и вам, конечно, не рекомендую. Потому что здесь сразу пойдет нагрузка на поясничный отдел в первую очередь. Вот этот рычаг нужно кому-то держать. Поэтому никак невозможно скомпенсировать наклон правым, наклоном влево. Потому что здесь будет свой спазм, с этой стороны свой спазм. Ну и все, чего добьетесь вы наклонами, это только еще большее ущемление нервов в поясничном отделе. А поясничный отдел это и репродуктивная вся система. У женщин матка, яичники, у мужчин простата и все, что с этим связано. Поэтому все же яички. В общем, любое отклонение, проще говоря, любое отклонение от оси быть чревато либо мышечными спазмами, либо смещением позвонков. А оно вам надо? Не надо. Поэтому мы просто это уже знаем, перестаем это делать. Это фигурное катание вообще? А фигурное катание все. А по спорту у нас будет отдельная лекция. А по-моему, за спиной там учились. Ну, конечно. Ну, вот тут даже картинка, ну, там вкрутили болты, такая проблема не решили. Позвонки как стояли, смещены, так и стоят смещены. Ну, просто инвалид человек. Понимаете? Ему бы, конечно, ну, а как, карьера, это же деньги. Вы же понимаете, да? У этого будут всегда фильтры. У нашего знания, наше знание всегда будут упираться в фильтры. Либо финансовые, да. Потому что бросить карьеру, чтобы... Ну, можно ведь и не выжить, да? И очень много людей, которые не выживают после спорта. Там, там, тех денег не надо, что он заработал. Ну, спорта будет все равно процветать. Да. Ну, какое-то время еще будет. Ну, знаете, сейчас же нет у нас ушло в небытие, гладиаторские бои. Ну, потому что все-таки как-то разум появляется у людей. Хлеба и зрелищ. Мы, конечно, перешли на другой этап хлеба и зрелищ. Но какие-то варварские вещи, они постепенно уходят из жизни. И это знание, оно постепенно точно так же будет проникать. И в Америке активно идея корректного подхода сейчас распространяется. Я думаю, что в России ну, еще лет, наверное, ну, 10, а все равно это знание будет проявляться. Поэтому Алена, так же получается многим не выгодно, чтобы вот это проявляться. Тогда уже все позакрывается. Я, конечно, консультант по методам распознавания плодности. Я, когда девочкам говорю, что такое контрацепция, все говорят, да нет, это же удобно, и гинеколог тебе скажет, что это удобно. А как это влияет на здоровье? А учитывая, что в Англии весь высший свет пользуется этим методом. Контрацепция? Нет, не контрацепция, а как раз методом распознавания плодности, когда женщина наблюдается собой и знает, когда он плодный период, когда не плодный период. То есть, использование дополнительно. да. Ну, это наш, по-другому, здесь к гинекологу приходишь, говоришь, что я вот пять лет пользуюсь вот этим методом. Этого не может быть, это не работает, мне говорят. Я говорю, как не работает? Да, это работает. Я, например, тоже, например, того, что я никогда не пользовалась никакой методом. Я просто прошла очень жесткий опыт, когда у меня уже появилась опухоль в груди, то есть на рецептивах, поэтому, естественно, я задумалась тогда. Надо понимать, что контрацептивы, они стали триггером. То есть, смотрите, опять, если вот к этому возвращаться, если бы не было смещения в грудном, те же самые контрацептивы, они бы, может быть, не так проявились. Да, потому что, если у нас, в общем-то, стоят все позвонки и иннервация достаточно, это к вопросу от того, к вопросу о том, что тело способно очень хорошо выводить все вредные агенты. Все, что бы не поступало к вам, если не нарушены вот эти связи, если мозг видит все, что в тело поступает, ненужное, он способен со всем справляться. То же самое относится и к иммунной деятельности. Иммунная система под контрольным мозгом. Если у человека в порядке грудной отдел, то никаких вопросов к иммунитету не будет. и дети, которые с ровной спиной, они тому доказательство, что те дети, у которых стоят позвонки на месте, они практически не болеют, что иммунитет набирает силу с годами, и младенцы даже болеют гораздо меньше, чем те младенцы, у кого есть смещение в позвоночнике. А дети получают смещение очень легко. Буквально я недавно выкладывала этот пост про бэби-йогу, про вот эти все гимнастики, подбрасывание младенцев, куда-то их там, вот это вот выкручивание. Вот буквально две недели назад. А тут мне, значит, объявляют, что в город приехала одна самая Елена Фокина, которая в нашем городе, она сейчас находится. Она приехала для того, чтобы вместе с людьми, которые открыли школу дюжевых или дюбажевых, люди, которые заявляют о том, что они работают с особенными детьми. Особенные дети, ну если так вот, чтобы вы понимали, кто такие особенные дети? Дети-аутисты, как правило, да? Может быть, дауны, ну и дети с ДЦП, их как бы всех вот туда относят к особенному. Ну и всегда говорю о том, что нет детей-аутистов. Если сейчас вы откроете википедию или медицинскую энциклопедию, прочитаете, что такое дети-аутисты, там все наши дети находятся. Склонность к ритуальности, это, то есть, если он садится, ему нужно этот кусочек отрез, потом этот, например. И если пойдет что-то не так, это вызовет у него истерику, да? Например, какие-то ритуалы укладывания ко сну. Именно эту сказку нужно прочитать сегодня, а не эту. Вот так меня укрыть, а не так. Или гиперактивность, или способность к тому, что они отключаются, на чем-то зацикливаются, а это просто способность к концентрации. Все перевернут. Так получается так, что они этих детей зовут своей школой и предлагают вас от ДЦП или от аутизма полечить ипотерапией. Ипотерапия, знаете, что такое? Лошади. На лошадях покататься. Или дельфинотерапия. Поплавать с дельфиной. Полезное. Дельфино. Полезное развлечение. Так, если бы они позиционировали себя, что мы оказываем такую разгрузку психологическую, то, что у детей будут положительные эмоции, которых, может быть, им не хватает от общения с вами. Да, пожалуйста. Да это и моему ребенку будет приятно. Ну а лучше, скажи, я сейчас покататься с удовольствием. С дельфинами подавить? Да с удовольствием. Любому ребенку это будет как разгрузка, как какие-то новые эмоции, приятность. Но когда это преподносится как лечение аутизма, то это просто наглая ложь, которая уводит родителей от реальности, от того, что происходит с детьми. И чем реально можно им помочь? А реально им нужно помочь только тем, чтобы поставить позвонки в грудном отделе на место. Все. Потому что, если вы посмотрите по таблице, все эмоции, усвоение материала, адекватность, стрессоустойчивость, внимательность, это все грудной отдел. Даже не шею, а грудной отдел. Вот такие детки приезжают к нашему гостоправу с истериками, с высыпаниями, с болячками, с ДЦП, не дай Бог. Если успеют до трех лет в ДЦП приехать, то никакого ДЦП у человека не будет. И у него будет жизнь красивая, и у родителей не будет, это каторгер. Это про то, что заморачивать будут вас с разных сторон. Если вы не поймете, в чем смысл, у меня, например, сейчас даже многие обижаются как-то, потому что все бы, чтобы человек не начал рассказывать про какие-то новые методики, у меня всегда вызывает такую скептическую улыбку, я спрашиваю всегда, ключевое звено и зачем? Все, у меня два вопроса. Если это не справляется с ключевым звеном, звеном это ерунда. Это компенсация, пожалуйста, потратить деньги, время, ну если не жалко, если же это направлено на ключевое звено, покажите результат. Должна встать кость позвоночника на место. Все, поставили, молодцы. Значит, это действует медно. Дерматиты, когда с чем связаны? Дерматиты, это тоже грудной отдел. Берем и смотрим табличку, да. Все астмы, все астмы, которые приписывают к аллергическим, это все грудной отдел. Ну и что, допустим, вчера, вот, представь, как посмотрела, женщина, ну, в возрасте, конечно, дерматит, у нее все лицо, и отеки, и я, и на голове. Думаю, господи, сколько же это можно? Это уже барацейка. Стериаза, да. Наверное. Нет, связано там нет, а у драматита с трещинками. Так что, грудной отдел, что ли? Конечно. Берем и смотрим по табличке. Табличка известна всем. Просто она немножечко, вот, неправильно, у нас таблица проверена уже, она исправлена. И в книге таблица есть. двигаемся дальше. Давайте прямо последовательно. Итак, давайте по позам стоя теперь поговорим. Вот из поз стоя мы в практике используем с вами какие? У нас есть позы горы, симметрично, когда мы стоим на двух стопах. Начнем вот позы горы, потом мы с вами делаем вот катасану позу стоя полуприседе, так? вот это положение. Вот видите. Да? Помните вот это? Помните? Вот так. Значит, здесь самое главное, что прямая спина, вектор натяжения спины будет, колени не должны выходить за линию стоп, то есть вот так вот стопы, колени не должны выходить за линию стоп. И здесь вот примерно равные углы, 90 градусов мы говорим, уговораем. Вся нагрузка идет на заднюю поверхность, на ягодицы. То есть наша задача здесь проработать мышцы задней поверхности бедя и ягодицы. При этом пресс у нас втягивается и за счет тоже мышц спины мы стараемся устремиться вот туда. с этой позы понятно, вектор? Так? Вот сейчас просто хочу прорисовать, тогда лучше фиксируйся. Дальше. Из постстоя у нас есть еще такая астма, когда мы с вами стоим на полустолгнутых, как она называется? Садница. Ашварокка, позов садника. Позов садника, когда у нас вот широтой расставлены бедра, так? Полустолгнутые колени. Здесь у нас пытаемся потянуться макушкой вверх. Колени также не выходят за линию стоп, не должны, иначе будет вот здесь острый угол. Нам острый угол не нужна нагрузка на коленные суставы. Ну и мы подтягиваем здесь корневой замок мышцы таза в одну, втягиваем его внутрь, равномерно распределяем вес тела в обе мысла. Еще Шива Натараджи это уже с балансом, и Врикшасана это поза дерева. Ну, давайте поза дерева. Так, когда мы с вами упираемся с такой, одна нога в опоре, вторая нога мы упираемся сюда. Помните это? Ну и здесь как-то руки. Значит, здесь обязательно согнуто колено, и все то же самое. Все время ось подтягиваем вверх, напрягаем ягодицы и стараться вот здесь включать мышцы бедра для того, чтобы все-таки равномерно напрягать область таза и беда. таз стабильный. Плечи и таз в параллельных плоскостях. Плечи и таз в параллельных плоскостях. Плечи и таз в параллельных плоскостях. Помните золотое правило КПП? Плечи и таз в параллельных плоскостях. Еще одно по поводу теперь по положению стоя вопрос есть самый простой самопонятно и вот себе вот таким большим путем восклицательным знаком отметить что таз и плечи параллельных плоскостях всегда чтобы вы не делали вот этот вот завал но когда вы начинаете на одну ногу заваливать это всегда будет способствовать тому что в пространстве поясницы будет сжаты то есть вот этот завал тазов в одну или другую сторону критично поэтому детки в первую очередь наблюдаем за детьми чтобы они сидели только на обеих чтобы не было вот этого перекоса и сами себя начинаем отслеживать два бедра заваливать в одну сторону есть по наклоном наклоны давайте я один новосибирск москва вас все хорошо видно слышно здесь по наклоном вот смотрите вот это наклон как обычно люди наклоняются вот это вот круглая спина и скажите мне теперь самая опасность большая здесь в чем сразу вспоминайте законы первая сила тяжести тело протяжения она будет вот этот вот большой рычаг большой рычаг заставлять наклоняться вниз за счет того что вот в этом пространстве очень сильно выжиматься мышц круглая спина без поддержки рук вывешивание вес вот этой части тела всего туловище будет приходить на одну зону поясничное логично как будет действовать мышцы в поясничном отделе с неимоверной силой должны быть сокращаться чтобы тяжесть туловище плюс сила притяжения которые дают удержать что мы делаем мы за счет мы за счет того что во первых сгибаем ноги в коленях сгибаем ноги в коленях разгружаем сразу поясницу а дальше самое главное что нужно сделать выставить руки в опору и соблюсти вектор здесь вектор противодействие силе тяжести мышцы будут подтягивать вас вверх здесь вектор пресс который будет поддерживать почему мы говорим что ни в коем случае наклон нельзя делать с расслабленными мышцами кора а здесь вы согнули колени убрали вот это натяжение по задней поверхности и включились мышцы ягодичные задней поверхности бедра а вот здесь уже в своей амплитуде а потихонечку и это амплитуда наклона постепенно будет увеличиваться и у них поддержки здесь руки даже немножечко поддерживать подталкивать корпус вверх поэтому мы не висим здесь вопросы по наклону и и все то же самое соблюдаем быту в обычной жизни так теперь позы сидя позы сидя я вам сейчас прям покажу на картинке из поз сидя у нас в общем-то основные это пащима аутанасана пащима это вытяжение задней поверхности тела так помните вот это положение единственное что вот здесь что происходит ребра опёрность и расслабленное голову это вариант вытяжение спины пащима это вытяжение восточной стороны тела у кого в общем-то меньше смещение потому что вот эта поза не получается только ввиду того что смещен таз и есть уже спазм вдоль обзвоночника который не пустит вас с прямой спиной поэтому как-то вот посмотрим вот так вы будете делать но здесь самая главная задача все-таки постараться сначала вытянуть пространство живота а потом уже согнуть вот курмасана тоже самое да курмасана тоже самое только у нас ноги лежат на полу сторону да теперь очень интересная асана устро это то что с телом делать нельзя это единственный прогиб который мы с вами делаем но мы его делаем в очень корректном варианте и теперь сами скажите мне за счет чего девушка прогнулась и так всегда будет а почему вы уже знаете почему почему прогиб всегда будет за счет поясницы конечно потому что поясничный отдел самые высокие более-менее высокие межпозвоночные диски раз и в поясничном отделе не шесть точек крепления не 12 а 6 и в поясничном отделе чуть короче остистые отростки поэтому там где больше движения за счет этого отдела и пойдет прогиб а грудной отдел грудной отдел вспоминайте грудной отдел вас просто в такой прогиб не пустит то есть вот здесь остистые отростки в грудном отделе упрутся друг в друга все оно дальше не дает жесткий блок а что дает дает поясница и вот пока поясница вам дает вы будете это упражнение выполнять а потом и поясница не даст потому что там образуется смещение спазмы и уже и поясница не даст вы только туда а там дикая боль все получается конечно так что боль с одной стороны нас где-то оберегает спасать вы уже себе не навредить но ведь до появления в воле сколько раз вы это сделали а можно было бы и не делать ну и смотрим какие эффекты даст такая уж трассовы вот сюда и аппендикс опять брюшная полость слепая кишка верх бедра половые органы мочевой пузырь колено голени стопы ну вот весь нить и помните о том что это может проявиться не сразу вы эти дисфункции можете и не заметить они уже там начинаются в органах а почему потому что система устроена очень разумно если у вас зажаты или или 3 или 1 или 5 пока еще не сжаты они возьмут на себя работу этих органов то есть вот эти плети которые помощники которые на себя перехватывают подхватывают работу обесточенных нервов на какое-то время но смотрите или 3 нерва иннервирует органы или 1 постепенно эта дисфункция будет проявляться все больше и больше вы пойдете вам скажут надо аппендикс вырезать или там пойдете вам скажут нужно с ночевым пузырем у вас проблемы начнут лечить ночевой пузырь они не знают чем они лечат ночевой пузырь ну понятно что медикаментозный никто позвонок вам на место не поставит а если вы спросите врача так а почему ну начнут вам рассказывать ну а как вы же едите что-то не то или там наследственность у вас такая им же какие-то объяснения нужно приводить вам почему с вами такое происходит а некоторые просто у вас на анализы пошли и скажут не отвлекайте меня вы хотите чтобы я вас вылечила все идите вот так вот обычно так хорошо сидя у штраф и пощима это основные что еще сидя мы делаем ну все что мы с вами сидя делаем это какая-то локальная работа например с мышцами пресса там все симметрично всегда соблюдается в практике симметрия как только вы начнете что-то делать на какую-то сторону ждите беды обязательно поэтому держать все время эту ось все что от оси все будет вылететь теперь вопрос как у нас вот тот же самый прогиб только еще и решила беременная женщина сделать знаете практика йога для беременных вот она пришла хорошо родили ребенка здорового родить сразу вот эта картинка очень красивая картинка смотрите во время беременности у женщины что происходит под весом плода продавливается еще больше поясничный отдел то есть вот эта нагрузка она заставляет женщину еще больше лордоз держать ну это такое вот прям постепенно но сдвигание лордоза в сторону еще более большего изгиба и единожды рожавшая женщина не может по определению быть в этом уже здорово то есть там однозначно будет смещение в поясничном и в области таза поэтому например для девочек молодых которые планируют беременность очень хорошо наша практика она позволит вам как-то восстановиться более-менее симметрию в теле и уже подготовиться к беременности и вы войдете в беременность совсем в другом состоянии если планируете для тех кто рожал однозначно там есть смещение нужно принимать решение либо ставить позвонки на место если не правки то хотя бы постоянно вот эта практика за счет практики вы хоть чуть-чуть сможете скомпенсировать вот эти смещения которые уже есть 100 процентов ну а вот что происходит с беременными вот тот же самый прогиб за счет поясничного отдела плюс тяжесть живота тяжесть матки с плотом представляете что там происходит какая там какой там идет спам какая там идет нагрузка по всему поясничному отделу вот это кричат ну вот картинка красивая прям вот картинка красивая чрезмерный изгиб блок смещение ущемления нервных окончаний ну и вся та же зона L1 L3 ну а это вот с перевернутыми березка березку тоже любят давать в женских группах и не только для беременных ну беременных это вообще катастрофа а там и на ребенка неадекватное давление идет в этом перевернутом положении все что нужно беременным на мой взгляд это просто вот лечь опустить таз и просто поставить ноги например на стену ну для того что просто облегчить состояние в ногах для чего делается эта коза вообще непонятно то есть какой там смысл что ей сказали какие были там аргументы я не знаю чтобы она вот в такое залезла так здравого смысла у женщины просто нет своего даже понимать как на уровне инстинкт самосохранения отсутствует почему забит инстинкт самосохранения потому что пришла в какую-то в какой-то центр где ей рассказали как полезно йога для беременных а вот как полезно вот это положение ведь наговорить правда же могут очень красивыми фразами вас так заговорят а если у вас нет внутри вот этого знания закрепленного уже конечно вы залезете в таком положении ну и все здесь и на ребенка воздействия и на малыш поэтому этот малыш может быть родиться уже со смещением позвоночника если его сразу не исправить то это будет болезненный ребенок который ночами не спит который плохо кушает у которого высыпание у которого зеленые какашки и все остальное хотя все что должен делать младенец в первый год жизни это кушать и спать кушать и спать кушать и спать кушать по требованию спать по желанию все вот поэтому бэби йога которая все вся эта дурь там с подбрасыванием с выбрасыванием раскручиванием детей это как знаете я вот так думаю наверное это такой работает закон как раньше помните в спарте выживали сильнейшие когда детей держали над пропастью если он удержится пальчиками значит его он остается живым да и это будут те воины которых растили генотип был сильный до тогда но может это так же сейчас у нас работает что надо почистить генотип ну тогда я согласен что генотип у нас подпорчены это сто процентов потому что не здоровые младенцы выживают да и сейчас есть много способов чтобы они выживали шестимесячных могут выхаживать даже там пятимесячных то есть тот ребенок который не должен был остаться живить он за счет вот медицины разных всяких способов поддерживается по идее та особь которая не должна была остаться как это естественный отбор не произошел ребенок остался жить а этот ребенок из искусственно поддерживаемые у него не выработается может быть ну тот иммунитет который должен был быть ну а этот человек который вырастет он потом соответственно понесет очень здоровый генотип дальше поэтому разговор сейчас идет о том что после войны например были рождались более здоровые дети потому что слабые все умерли да продолжатели кто были люди которые пережили войну пережили голод которые вернулись войны и это были в общем то такие сильные тела поэтому генотип и говорят что был такой всплеск даже долгожительства наши бабушки они жили дольше да но вот рожденные в годы войны они живут дольше видимо потому что все таки в трудностях и зачинались и вынашивались и рождались и никто тогда ведь не спасал детей да поэтому мама в семьях обычно родили десятерых трое остались жены остались жены тех кто должны были остаться жить вот ну а как на самом деле рожать эти роды сколько травм ребенку да нужно тут во-первых либо выбирать себе знать уже это знать какие способы родовоспоможения могут быть исключать которые могут травмировать просто разобраться в этом вопросе чтобы никто не трогал ребенка чтобы никто щепцами его не тянул чтобы ребенок естественным способом выходил а это сейчас очень редко встречается потому что мамы нездоровые вопрос именно к тому что сначала оздоровить сама прежде чем начинать входить в беременность а при кесарево ну кесарево это конечно знаете а значит что дети рожденные которые которые через кесарево прошли у них гораздо ниже иммунитет чем у тех которые прошли через родовые пути то есть ребенок проходя через родовые пути должен нахвататься из тофилококков и всего что там есть только тогда этот ребенок сможет с этими агентами справляться а в кесарево он не прошел поэтому это будет немножко ущемленный иммунитет может он как-то потом выстроится но что то что дети по чуть-чуть болеют болеют это в общем-то дорога к отстроению иммунитета они должны немножко болеть но не так как тотально болеют вот сейчас младенцы что мама только из одной болячки в другое ныряет с ребенком из одной в другой только и слышит боже какой кошмар мы все время болеем плюс генотип конечно это не нужно ну нельзя исключать потому что генотип он будет определять все-таки насколько выживаемый будет этот вид ну этот род можно сказать ну а вы знаете я уже говорила о том что носителем здоровья является женщина носителем генотипа является женщина она несет всю информацию насколько будут здоровые умственно развитые и вообще успешные эти дети это задача легла на женщину так с нее же все и началось не мужчина же продолжать или она и была первая это сказка про то что Ева из-за ребра отдалась это ж надо было мужчинам какой-то это а то бы совсем они не стали двигаться надо было какую-то идею подкинуть ну ладно пусть и своего это потому что ну так по идее кто рожает детей а что и бог женщина ну скажите им что из чего-нибудь ну да пусть из ребра пусть из ребра пусть мне обидно будет так хорошо вот еще пару картинок давайте мы забрали время в практике но надо с ними закончить иначе будут вопросы останутся то есть смотрите помните вот я вам говорила что есть очень много красивых асм которые я сама вот такую делала у меня даже фотография есть такая это вот как раз поза восьми углов когда человек из нормального ровного позвоночника во-первых входит сколиоз еще и за счет смещения таза выводит ноги в одну сторону разворот такой в области таза и по всему позвоночнику очень опасные астмы очень опасные акробатика да акробатика ну здесь все опять все время будет основная нагрузка идти вот в этих положениях на поясничный отдел за счет него а это вариант того когда вам говорят йога терапия сколько мне таких роликов присылают когда человека кладут на спину и говорят мы сейчас будем заниматься йога терапии восстанавливать здоровье вашей спины и вам предлагается из положения вот этого симметричного лежа на спине вывести бедра в одну сторону потом вывести бедра в другую сторону то есть по сути то же самое только в положении лежа вам предлагают сделать сделать скрутку смещения таза в одну сторону потом сделаете это смещение в другую сторону и вам рассказывают что там раскрывается пространство между позвонков оно может и раскрывается но за счет чего за счет того что перекос таза происходит а потом когда вы встанете образуется уже микроспазм сделайте это пять дней подряд сделайте это пятьдесят дней подряд гарантированно будет смещение позвоночника в поясничном и смещение таза а потом мы про это и говорим что чтобы сместить кости в позвоночнике существует тысячи один способ тысячи способов чтобы это собой сделать только один чтобы поставить на место практика тоже можно немножко поставить но это должна быть прям очень выверенная практика скручивание позвоночники скручивание не бывает безопасных скруток даже любая хоть малая скрутка опасно нестабильность позвонков и это нестабильность позвонков будет потом просто чревато тем что вы может быть повернулись чихнули то есть вот этим не физиологичными движениями вы что сделать вы может быть сразу и не навредите нервам но вы развиваете нестабильность позвоночник нестабильные позвонки это всегда опасность то есть та конструкция которая создана природой максимально стабильной и малоподвижной за счет люфтов вот почему спрашивать а за счет чего мы поворачиваемся вот смотрите между позвонками есть небольшие пространства так называемые лифты поэтому мы по чуть-чуть с вами можем двигаться но представьте себе самый простой пример это дверь дверь висит на двух петлях и и там есть какой-то ли вы можете дверь вот так чуть-чуть приподнять опустить приподнять опустить вот и минимальные движения если вы каждый день будете дверь не туда-сюда не открывается как а все вверх не сверху не сверху не что вы добьетесь потому что эти петли просто разболтается и в какой-то момент они просто перестанут выполнять то же самое тоже вытащили эту картинку но это касается быта ну вот пример скруток быту любите вот зарядки которые любят делать наклоны все так же как вот этот поворот за счет инерции когда человек любят вот эту зарядку делать быстро поворачиваться все время разбалтывание в грудном идти в какой-то момент светят позвонки а это сердце легкие грудина бронхи ну и вот так мы любим на креслах на рабочих местах и так развернулся нож канала вот это в другую сторону значит смотрите позирование фотографиях всегда всегда будет некорректно потому что вы будете залечь боком при лечит а и это всегда будет некорректно но в момент фотографирования вы точно про это не про мина маска приветствую солнце так же как про 5 тебе тоже был вопрос не присылали ватсап я сейчас и как раз их про них скажу значит приветствия солнцу там есть его можно адаптировать сделать его корректным марин ты можешь это сделать убрать прогибы рычаговые просто на обычный прогиб локальными мышцами и там есть отшаг отпрыг может быть перекос таза во время отшаги в общем половина упражнений в приветствии солнцу некорректные но если кому-то надо мы заменяем их и делаем корректно это новодел это никакая не классическая йога суринамаскар возникла в девятнадцатом веке это больше зарядка под влиянием необходимости продажи йоги белым людям поэтому туринамаскар не классика йоги также как 5 тибетцев никогда не существовали у тибетцев тибетцев спрашиваешь они не знают про 5 тибетцев и там конечно же есть рычаговый прогиб там есть типа собака головой вниз ну собака головой вниз кстати мы с вами не посмотрели дать почему мы не делаем асану собака головой вниз а вот вы мне сейчас почему не нужно женщина делать асану или упражнение собака головой вниз конечно первое это осего пошла осевая нагрузка в грудной отдел осевая нагрузка здесь вот под этим нагрузку смотрите какова сила тяжести дает сюда а потом пошла вот сюда вот сюда вот сюда вот она так работает плюс то что позвонки начинают собираться вот сюда в грудном отделу то есть и стягивает просто вес тел стягивает мышцы должны очень сильно напрячься чтобы туда их удержать а люди рассказывают что у них происходит даже если колени что у них типа здесь что-то тянется в спине вот говорят что вот так ты наклонишься и у тебя вот здесь вот что-то вытягивается а мы с вами знаем вес назад убрать если сдвигать вес назад здесь согнуть колени то это получается когда наши с вами асану которую мы с вами делаем все главное убрать нагрузку назад не делать вот этого широкого расстояния потому что иначе вам трудно будет сдвинуть нагрузку назад ну и кроме того здесь нужно узнать что порядка 19 килограмм вот такой вес этого знаете как эту бочку с водой сюда поставить и заставить вас и удержать вот это дает вот такую нагрузку дает собака головой вниз то есть просто вы встали вам поставили канистру на ягодицы сказали держи и чувствуешь что у тебя там чего-то вытягивается в этом положении ничего не вытягивается потому что мышцы должны будут сокращаться противодействуя силе тяжести ничего не вытягивается единственное если вы уйдете весом тела назад расстояние здесь сократите между стопами это наш наклон это уже не собака головой вниз потому что основной вес тела